С помощью кинематографа можно вложить душу людей как к стремлению к добру, так и к злу. Сегодня нередко с экранов телевизоров дома врываются идеи, несущие разрушение нравственных ценностей. Но есть серьезные, светлые и добрые картины. Лучшие из них можно увидеть ежегодно в Краснодаре на православном кинофестивале. В этом году фестиваль проходит уже в 17-й раз. Репортаж с открытия кинофорума подготовили наши краснодарские коллеги. В конце октября в Краснодаре традиционно начинает работу кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». В этом году он проводится 17-й раз. 17-й раз собирает кинофестиваль в зале кубанского казачьего хора православных верующих людей и просто любителей документального кино, молодежь, студентов. Фильмы, которые обычно бывают представлены кубанскому зрителю, действительно интересны. В основном они рассказывают о человеке, его видении мира, отношении к истории, Отечеству, Церкви и к самой жизни в целом. Благословение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на начало работы кинофестиваля участникам передал секретарь владыки протеерей Евгений Хаджипараш. У Кубанского кинофестиваля давно появился свой гимн, который исполняет кубанский казачий хор. А руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко является и президентом Кубанского фестиваля православных фильмов. Вечевой колокол проводится в формате фестиваля фестивалей, то есть привезенные киноленты уже стали победителями российских, украинских, белорусских и сербских фестивалей православного кино. В зале собрались президенты и руководители этих фестивалей. В этом году для участия в Кубанском фестивале православных фильмов было прислано более 300 картин. Представляете, все эти картины отсматривала наша группа жюри, и мы все однозначно сошлись во мнении, что растет действительно документальное кино. И оно интересно. Появляется свой постоянный зритель. И сегодня в этом зале я вижу всех людей, которые приходили уже несколько лет подряд и на открытие, и на показы в наш город. Фильмом «Открытие» стала лента режиссера Анастасии Якимовой «Епистинья». Картина повествует о нашей землячке, кубанской казачке Епистине Степановой, которая вырастила 15 детей. Из 10 ее сыновей 9 погибли на войне. Епистинья Степанова стала кавалером ордена «Мать-героиня». Фестиваль православных фильмов привлекает внимание городской администрации. В один из дней работы кинофорума его участники встретились в здании мэрии города с заместителем главы Краснодара по социальным вопросам Татьяной Синюгиной. Встреча дала возможность пообщаться для того, чтобы и на государственном уровне выстраивать дальнейшую работу, в том числе и по поддержке кинофестиваля. Кроме того, участники в ходе встречи поделились своим опытом популяризации православных кинолент.